Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет про павловню войлочную. Расскажу, как за ней ухаживать, как делать обрезку и так далее. Вот перед вами однолетнее растение павловни войлочной. Видите, 4 метра. За год может растение вырасти вот до такого размера. Но это только из корня, из корешка. Вот, если вы высаживаете из семян, то за сезон они могут вырасти, ну, 40-50 сантиметров, не более того. Затем вам нужно будет на второй год, на следующую весну, их обрезать. Оставить только вот такие вот пенечки. Видите, я все, вот, это все павловни войлочные. В прошлом году они и 30, и 40 сантиметров были. Нужно обрезать вот до уровня почвы. Снизу начнут лезть побеги, новые почки просыпаться. Оставляем одну почку в каждом рожде, в каждом растении. Оставляем одну почку, не две, не три, одну. Для того, чтобы вырастить ровный ствол. И выращиваем в течение сезона ровный ствол. Вот, желательно в течение года, То есть, допустим, к лету, можно будет сделать еще перевалку в 5-литровый горшок. Сейчас вот в 3-литровых они, пока им достаточно. Это я к осени это все пересадил в трешки. Они были у меня в литрушках. Это сеянцы мои прошлогодние. Вот, делаем технологический срез. Получаем растение с одним стволом. Вот. Вот на подобии, вот видите, вот такого плана. После того, после второго года, Когда мы вырастили, вот такой вот один ствол. В один ствол. То есть, начинают где-то, если что-то, почки просыпаться, расти. Мы все отламываем. Оставляем только один ровный ствол. Чтобы на нем не было ни ран никаких. То есть, ровненький, четкий ствол. На следующий год начинают просыпаться весной на них побеги. Вот на вот таком вот стволе. То есть, вот, видно, да, вот почки. Они вот в каждой пазухе листа. Вот здесь вот лист был. Здесь почка. Начинают просыпаться практически все почки. Все почки выламываем, смотря какой высоты вы планируете сделать вам же для себя штамп. То есть, ствол. То есть, если ствол вы планируете вырастить на уровне двух метров, то до уровня двух метров мы убираем все побеги, все, вся поросль, которая идет снизу. Все полностью вырезаем, убираем. Убираем вот тут вот все побеги, причем не секатором, а просто обломкой, для того, чтобы не было раны. Убираем на начальной стадии, когда начинают только почки набухать. Набухать, вырастать. Сверху почки оставляем. Не обязательно нам резать верхушку, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Мы просто верхушку можем отломать. Самую верхушку. То есть, почка начнет оттуда расти, мы ее просто отламываем. Либо берем, просто обрезаем верхушку. Вот так. Раз и все. Вот отсюда, допустим, вот два метра у меня. И вот у меня остается вот такой вот клочок. Здесь у меня два с половиной метра. Вот такой клочок. Вот отсюда я начинаю выращивать первые ветки. То есть, раз, два, три, четыре. То есть, ну вот, ветки желательно вырастить так, чтобы они были равномерно направлены друг от друга. То есть, не шли параллельно, не переплетались, не пересекались и так далее. То есть, достаточно 4-5 веток. То есть, вот отсюда мы выбираем 4-5 веток. То есть, 4-5 побегов на следующий год мы выращиваем. То есть, точнее, не на следующий, в этом году выращиваем. То есть, верхушка лишняя будет. То есть, там может быть 20-30 сантиметров, может быть, надо будет обрезать. То есть, 4 побега у нас, вот, 2 метра у нас. У нас получится раз, два, сверху три, четыре. Все, выше нам не нужно. Мы обрезаем верхушку. Если вам нужна высота выше, то все обламываем, оставляем верхушку. Допустим, 4 метра вам надо, да? Либо делаем на следующий год опять под корень, обрезаем, делаем технологический срез. На следующий год он выгонит, в этом году он выгонит метра 4. И уже формируем дальше вашу крону. Если вам нужно, вот, допустим, вырос 2,5 метра. Штамп вам нужен 2,20. То есть, вот 2,20 мы оставляем. И вот у нас остается 4 ветки. Грубо говоря, раз, два, три, четыре. Верхушку убираем. Все. 4 побега. Выращиваем и будет у нас это крона. Дальше крону уже формируем. Расскажу позже, как формируем крону. Пока первые два года, первый год, после первого годового растения, мы обрезаем на уровень земли. Это называется технологический срез. Сколько он не вырастет? Вырастет 50, 60 метров вырастет. Это не важно. Срежем под корень. Выбивают почки. Вы не волнуйтесь, почки выбьют. Они из корня пойдут и так далее. То есть, это растение живучее. Это вот у меня остаток. Вот это растение. Здесь у меня росли, вот так же стояли саженцы. Корешок пророс. И остался корешок внутри. Просто горшки я уже продал. Саженцы продал. Остался просто корешок, который прошел насквозь горшка. Я его оторвал. Корень остался внутри. Вот с корня пошел вот такой вот побег. Вообще, это растение, павловня, очень хорошо размножается. Как отревесневешивание черенками. То есть, вы обрезаете верхушку. Можете воткнуть во влажный субстрат. Он нормально укореняется. Несмотря на то, что эта древесина внутри пустая. Укореняется очень легко. Сейчас вот я покажу вам срез древесины, чтобы вы поняли, как. Вот такая вот, как бамбук. Внутри древесина. Древесина очень легкая. Быстро растущая. То есть, достаточно, в принципе, прикопки небольшого корешочка для того, чтобы растение прижилось. Но растение нельзя копать, когда оно в процессе вегетации. Потому что у него очень большие листья. И растение испаряет очень много влаги. Для того, чтобы растение прижилось, либо удаляем листья при пересадке, либо пересаживаем ранней весной, либо позднюю осенью растение. Для себя оставил два саженца, скажем так. Это вот годовалый у меня прирост за один год. И вон там годоватый прирост за один год. Остальные у меня саженцы. Здесь у меня будет две павловни расти. И хочу, планирую, здесь посадить еще кедры гималайские, ливанские, атлаские. Для того, чтобы закрыться от соседей. Потому что там уже пошло строительство. Это у меня, скажем так, северная сторона. Юг у меня вон там. И вот планирую эту часть от соседей полностью закрыться. То есть посажу кедры. И здесь будет такая, как стена из кедров. И вот павловни будут расти. Павловни много делать не буду. Вот два штуки есть достаточно. Вполне возможно, вот этот в перспективе уберу. Останется только вон та павловня. Посмотрю. Поэтому павловню сажайте. Не бойтесь. Ничего сложного в ней нет. Растет как сорняк. Размножается как сорняк. Можете ее размножать. Просто кусочек корешка остался. Втыкаете этот корешок в землю. И кусочек корешка оставляете сверху. Над уровнем земли. Там просыпаются спящие почки. И начинает расти побег. То есть как кусочками корней можете размножать. Как семенами, так и черенками. Что зелеными черенками, что древесневевшими. Растет легко, дает поросль. Сейчас покажу вам еще павловню. Это поросль. Здесь позапрошлем году у меня были сеянцы. Я редками здесь высаживал с горшочков сеянцы. Потом я их выкопал на осень. Продал эти сеянцы. Часть пересадил в горшки. Тоже реализовал. Корешки остались внутри. И вот каждый год у меня уже два года подряд влазят сеянцы. Это остались самые низкие сеянцы. Сеянцы были у меня... Точнее не сеянцы, а поросль из корешков. Была вот такой вот высоты. Около двух метров. Я ее уже реализовал. Вон видно уже копано. Уже я реализовал. Вот это остались маленькие. В этом году буду... Их также выкопал, посажу в горшки. Эту площадку почищу полностью. Здесь у меня также клены растут. Тоже семенами я сеял. Очень много кленов. Клен серебристый. Тоже быстро растущие очень растения. И в принципе очень красивые. Листики молодые. У них красного цвета. Вот в принципе про павловню я вам рассказал. Основное. Павловня цветет где-то на 3-4 год. В многих источниках пишут не ранее, даже чем на 5-й год. Но чтобы павловня цвела, надо сформировать ей крону. Также у меня есть павловня. Сейчас я вам покажу. В прошлом году я высадил в большие катки. Скажем так, как крупномеры. В катках она растет медленно. Вот за сезон выросли вот такие вот 3 побега. Небольших. Вот катка. Не знаю, наверное, литров 60. Не меньше. Вот так. Это как крупномер. Буду продавать, как реализовывать, как вот такое растение. То есть вот такая крона на низком штамбе будет состоять из трех веток. Также вот у меня есть еще такая же катка. Вот. И здесь вот это за сезон вырос в катке. В катке растет намного хуже, чем в открытом грунте. В открытом грунте за это время вот у меня вымахали уже около 4 метров. Здесь, ну, метр где-то выросли. Приросты дали. Поэтому, когда говорят, сколько у вас растет павловния, сколько времени нужно для того, чтобы она выросла, это зависит от условий. В открытом грунте она растет или в закрытом грунте, то есть в катках или в горшках. От объема горшков зависит, от земли зависит, зависит от нокова. То есть, в принципе, за сезон павловния может выдавать 4 метра. Вот результат я вам показал. Вам палка, видите, длинная. Это за сезон. Все, спасибо за внимание. До свидания.